Здравствуйте! Это программа «Герой среди нас» и у нас в гостях Сергей Жбанов. Сергей Жбанов. В прошлом военный лётчик-инструктор, человек с активной жизненной позицией. Даже оказавшись в инвалидной коляске, он не потерял веру в себя и помогает тем, кто оказался в сложной ситуации. Любимое увлечение превратил в масштабный проект, который объединяет и помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни. Проект, поддержанный фондом президентских грантов «Рыбалка без границ» — это не только рыбалка. Сергей, откуда появилась идея реализации проекта «Рыбалка без границ»? И почему рыбалка? Ну, рыбалка, наверное, потому что это детство. И меня водили старший папа, дед на рыбалку. Я своего сына водил на рыбалку. Ну и получилось так, что когда я уже получил травму, то выходить сразу в город к людям — это трудно. То есть очень трудно. Для многих это составляет большую проблему, когда говорят, вот на нас смотрят. И психологическое, и физическое. И психологически, и физически очень трудно. Даже просто... И у меня товарищ приехал ко мне мы. Он заядлый рыбак, Саш Казаков. Чем занимаешься в свободное время? Он говорит, езжу на рыбалку. Возьми меня. Ну, он взял. Мы ездили сначала на частный проб, где никого нет, потому что это очень трудно. Вообще в моральном плане трудно. В физическом там люди помогали очень хорошо. Потом мы поехали на общедоступные водоемы. Там вообще с доступной средой никак. У нас в городе с доступной средой трудно, а вот на водоемах вообще никак. Поэтому мы пришли к идее, что давайте мы построим помост. Мы построили первый помост в Судосево. Ловить стало гораздо удобнее, гораздо комфортнее. Помост стал пользоваться популярностью у организаций, которые работают с детьми. Это и доброделание, особые дети, много детей. То есть люди стали приезжать туда, стало это все пользоваться популярностью. То есть это показало реальную востребованность, что это нужно. И это нужно не только половить рыбу. Вообще проект, по большому счету, получился не про рыбалку. Проект получился про людей. Уже полученные результаты показывают о том, что необходимо проект развивать. И мало того развивать, необходимо делать специализированный водоем. Да, уже под вас. Да, уже именно специализированный водоем, на котором лица с ограниченными возможностями будут практически хозяевами. И они будут там не только ловить рыбу, они будут сажать деревья, они будут эту рыбу разводить, за ней ухаживать. Нужны не только помосты, нужны и беседки. То есть вот это все мы вкладываем сейчас в проект и будем развивать его дальше. А что вам помогло реализовать проект и получить поддержку президентского гранта? К упорству, наверное. Упорству. Потому что мы действительно этого хотели. И потому что это действительно людям нужно. Потому что если это не нужно, ты никак не докажешь, что это реальная проблема. И поэтому фонд тебя не поддержит. А как вы вообще решили стать военным? И чем вас так приманило, заманило небо? Ну, в нашей семье я вот пятое поколение военное. Потому что если разбираться, дед, прадед погиб в русско-японскую. Дед с бабушкой прошли отечественную. Дед капитан, бабушка рядовая. 900 дней на блокаде прошли. Отец у меня вертолетный техник, я военный летчик. Что произошло с вами? Что перевернуло в вашу жизнь? Обыкновенное банальное ДТП. Ничего особенного. Ехал спокойно по правому ряду, бензовоз с левого ряда повернул направо. И, ну, как говорится, маленький я слишком, мы сминусовали меня. Все. Очнулся в реанимации через три часа. После всех операций и всего прочего. А когда вообще наступила, ну, там, понятно, физическая боль, а душевная вот за эту ситуацию? Как вы эмоционально это переживали? Знаете, наверное, вот никак. Ситуация получилась так, что вопрос ведь был... Вопрос вообще стоял остаться в живых. Потому что первые полгода я провел фактически в реанимации. Поэтому там вопрос стоял не о том, ой, какая трагедия, я больше не буду ходить. А вопрос стоял о том, что вообще будешь ли ты жить. Вот, и поэтому... Вот, и в жизни привык решать проблемы по мере их поступления. Вот, и так вот методично как-то. Ну, еще что мне повезло, мной занимались специалисты Поволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Там очень сильные врачи. И очень сильные... Там есть психологи. Но врачи сами лучше, чем психологи. Они меня после аварии почти четыре года вели. Каждые три месяца я к ним ездил. И занимались, и приводили в порядок. Потому что это, ну, очень, как говорится, колоссальный объем работы. А как проходило вообще восстановление? Медленно, туго. А были ли моменты, когда хотелось сдаться? Да не до этого был. Просто, говорю, не до этого, понимаете, как сдаться. У меня слишком много здесь дел незаконченных. У меня две прекрасных внучки, для которых дед это... Вообще, и как у меня... У меня жена была очень сильно против этого. Чтобы я сыграл в ящиках. Ну, мы 16 лет вместе. Как вот нас... Как подвести ее, да, скажите? Ну, не то, что как подвести. Ни я, ни она, мы друг без друга. Это нереально. А кто еще вас поддерживал в этот нелегкий? Сын. Сын это... Очень сильная поддержка. Потому что тебя поддерживает семья. Тебя поддерживают все люди, которые рядом находятся. Потому что, ну, как сказать, я человек был достаточно активный. И мою супругу иногда раздражало, что у нас там очень много друзей. И меня всегда куда-то несет. То на гонки, то на охоту, то на рыбалку. А потом, когда вот это произошло... Она просто не ожидала, сколько людей откликнулась на эту тему. Как человек на инвалидном кесле видит этот мир? То есть, есть какие-то сложности, трудности? Чуть ниже. Чуть ниже только, да? Чуть ниже. Ну, вот я просто дома, когда занимаюсь, разница в том, что когда я встаю у шведской стенки, я вижу мир свыше, с более высокой точки. А когда я сижу на коляске, с более низкой. А ведь коляска это в голове у вас. У меня ее нет. Это просто средство моего передвижения. Какая разница, я на ногах перемещаюсь или на коляске? Ну, вот я сейчас приехал к вам сюда на машине. Чем я отличаюсь от обыкновенных людей? Я точно так же хожу в магазин, точно так же езжу на рыбалку. Я все абсолютно делаю. Есть свои какие-то нюансы, там, чисто медицинские, но... Они есть у каждого. Они не кардинальны, они есть у каждого. Они и у здоровых людей есть какие-то вещи такие. Никак. Это все зависит от тебя. Сергей, откуда появилось желание снова сесть за руль и за штурвал самолета? Я не знаю, что я сделал раньше. Или за руль, или за штурвал. Наверное, скорее всего, самолет я сел раньше. Мы в Нижний ездили, у меня ребята, там мои друзья. И на выходные мы выезжали на аэродром. Аэродром – это, ну, родная стихия. Мы выезжали, и там пацанов стоит самолет. И когда они меня повезли туда, я говорю, а, все сделаем. Меня посадили в самолет. Я получил классное удовольствие, все это. Ты возвращаешься к жизни, ты понимаешь, что у тебя все так. Результат того, что мы ребятишек-инвалидов сажали в самолет и катали, получался, знаете, какое, что потом, после того, как они в соцсетях своих выкладывают, свои покатушки на самолете, им здоровые люди звонят и говорят, там, да вы что, вы как, а мы тоже хотим. Понимаете, получается так, что мы-то живем в более насыщенной, интересной жизни. Больше без границ. Да, у нас границ вообще нет. То есть вот эта ситуация, если ты хочешь, то для тебя вообще никаких границ не существует. Я вообще удивился, как много красивых парней и девчонок на коляске, которые не сложили руки, которые живут полноценной, шикарной жизнью. Это вообще, это очень много. А автомобиль как появился в вашей жизни? Автомобиль как появился? Ну, сидеть дома и кого-то просить куда-то что-то переехать, для меня это было очень трудно. И однажды в интернете я нарвался на видеоролик, американец, парнишка, залазит в машину, а машина у него пикап. Она гораздо выше, чем моя, и у него поврежден шейный отдел позвоночника. Это гораздо сложнее, потому что поражаются руки. И он совершенно спокойно залез в машину и поехал. Когда я это увидел, я не помню, кому я показал, говорю, смотри. Он говорит, Серега, да у тебя вообще все в шоколаде, у тебя руки рабочие. И все. Для жены был шок. Она стала звонить сыну и сказала, папа сошел с ума, он хочет сесть в машину. Он сказал, мама, не мешай, пока он хочет, пусть он это делает. Через месяц мне пригнали в машину. Она уже была подготовлена? Это очень дорого поставить ручное управление, все это дело. Поэтому мы сделали, мы изучили все виды ручного управления, которые есть. Я сделал чертежи, а мои ребята, которые строят автомобили и гонщики, в чем-то, мне собрали. Прямо здесь у нас? Да, прямо здесь у нас все подогнали, все под машину индивидуально. Сергей, скажите, а на ваш взгляд, какой помощи или поддержки не хватает людям с инвалидностью в нашем мире? Информации не хватает. Очень много не хватает информации. Почему? Потому что то самое первое, с чем я столкнулся, когда ты переломался, ты попадаешь в совершенно другой, в незнакомый мир, абсолютно незнакомый тебе мир. И ты не знаешь абсолютно ничего. Ты не знаешь ни тех документов, которые тем в СЭК. Тебе не знаешь, как тебе пройти реабилитацию. То есть вот информации абсолютно нет. И вот создать какую-то систему, которая будет помогать, которая будет оказывать вот эти вот помощь консультативную и прочее, было бы очень неплохо. Единую информационную. Да, единую информационную систему. Потому что, вот смотрите, никто не знает, как правильно подготовиться к медико-санитарной экспертизе. Никто не знает, как ее правильно проходить. Какие средства реабилитации тебе положены, какие не положены. Потом, где проходить реабилитацию? Вот, допустим, человек оказался в коляске, как ей пользоваться? Не хватает подготовки. Какая она должна быть? Ведь как она рассчитывается? Не хватает то, что... Ведь дело в том, что не то, что человек попал в эту ситуацию, когда он получил травму, а в эту ситуацию попали его близкие, друзья и родственники. Они не знают, как с ним общаться, как с ним обращаться элементарно, как пересесть, как переодеть. Это вот... Где помочь, где поддержать. Где помочь, где поддержать, где не надо помогать. То есть вот это очень большой такой пласт реабилитационный. И как проходить реабилитацию, как восстанавливать человека после травмы с самых первых дней и дальше. Потому что, когда вот я начал изучать эту проблему, когда сам в ней оказался, я открыл Дикуля книжку. Десять упражнений, которые мне помогают. Я ее открыл. Ну, во-первых, сначала там ты можешь, ты сумеешь и все вот эти вот вещи. Лабуда, туфта, которая там написана, потом всякие разнозы, и пошел до тех упражнений, которые он якобы делал для того, чтобы встать. Ну, когда я увидел эти упражнения, я сказал, если бы я их мог делать, я бы тебя даже не спрашивал, чем мне надо делать дальше. А вот элементарное упражнение, когда человек лежит в кровати, когда он не может шевелиться, как ему нужно разрабатывать суставы, как ему разрабатывать пальцы, мышцы. Как добиться того, что на тот момент, когда у тебя находишься в спинальный шок, и проходимости через позвоночник нет, чтобы не атрофировались твои мышцы, как с ними работать. Вот этого всего, вот этих знаний нету. И очень многие на этом попадаются, и очень много потом последствий неприятных. Вот, наверное, это колоссальная, огромная проблема. Не считая сюда кучу психологических проблем, которые еще... Это вот чисто практические, медицинские, а плюс, добавок, еще и психологические. А потом человек пытается вырваться куда-то в окружающую среду. А окружающая среда, я скажу так, у нас в городе не совсем дружелюбна. Адаптированная, дружелюбная, да. Ну, я хочу сказать так. Во многих моментах у нас доступная среда в городе сделана формально для палочки. Пандус есть, но он 45 градусов. Пандус есть, но до этого пандуса тебе не добраться. То есть, вот я на стоянке покупал билеты на чемпионат мира. Для чемпионата мира все шикарно сделано. Подъезжаю к ледовому дворцу, ставлю машину на стоянку, выхожу. У меня передо мной 25 сантиметров бордюр. Ну, не взлечу же я на него. Сергей, какие у вас планы, цели на будущее? Цели на будущее? Ну, ближайшая самая цель это подать в фонд президентских гранатов проект «Рыбалка без границ. Прут Серебряный». Мы хотим сделать для республики Мордовия образцовый водоем. Образцовый водоем не только для лиц ОВЗ, но и для тех, кто люди здоровые. Потому что у нас, вот, ну нет, мы хотим сделать то, чего у нас нет. Оно будет. Сергей, а что бы вы пожелали родителям особенных детей и людям с инвалидностью? Терпение. Терпение. Больше ничего. Потому что и самое главное не впадать в панику. Нужно понимать всегда, что рядом с вами есть люди, готовые вам помочь. В любой ситуации. Всегда готовые помочь. Только нужно не закрываться в себе. Они всегда рядом с вами. Просто нужно оглянуться, посмотреть. Они всегда найдутся. Сергей, спасибо вам за такую душевную, теплую беседу. Желаю вам успехов, победы в поддержке президентского гранта. И всего самого так наилучшего. Большое спасибо. Мне очень приятно, что меня пригласили на эту передачу. Это была программа «Герой с один нас». До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин